Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройзля. Штрэээбух! А вот это уже интересно. Чё? Нет, там что-то есть, ребят, в этой коробке. Кто дворник? Это выкинули, я нашёл. В прямом я в помойках роюсь, вот, в баках вот так вот роюсь. Ищу находки. О, чайнички как об... Ребята, ребята! Так, сколько сытных помоечек, даже глаза разбегаются. Ребятки, всем привет, с вами Расхититель Помойки. И сегодня я вам покажу, как я зарабатываю деньги, лазя в помойках Санкт-Петербурга. Сейчас я нацелен на успех, как обычно. С вас обязательно лайк за этот шикарный контент, которого вы заслужили. А вы, ребятки, знали, что у меня такой же в игре? Игра очень интересная и залипательная. До этого только на ПК в подобную играл. Это мобильный проект Барвиха КРМП. Я играю со смартфона в перерывах между помоечками. По пути на помоечку. Или в помоечке. В общем, везде, где ловит инет. Встретить меня можно на втором сервере. Игра бесплатная про Россию, мультиплеерная. И в ней есть голосовой чат и абсолютно все авто, что и в реальной жизни. Плюс, конечно, их можно тюнить, как внешне, так и технически. А заработать на тачку можно на простых работах. Я могу быть кем угодно. Доставщиком Яндекс.Еды, военным, полицейским или бандитом. В общем, как и в реальной жизни. Также можно удачно вложиться и купить бизнес и другое имущество. Тачки, особняки и подобное. Можно участвовать в битвах кланов за рейтинг и призы. Ребятки, я даже выбил промокод Находка. И он вам даст 120 тысяч для легкого старта. Переходи по ссылке в описании и врывайся в мир открытого мира и диких развлечений на Барвихе. Вот прям сейчас поставь на скачку. Делается в два клика. Ну а я поехал на кормушки. Вот, сразу себе хлебушка нашел. Чуть-чуть корочку вот с этими кусочками кунжута вот, с кунжутчиками. Смотрите, что написано. Сколько добра сюда поместится. Сейчас посмотрим, исходя из находок. А вместо добра мне положили куски какой-то бумаги. Вот и все. Так что добра сюда много поместилось. Если бы вы находки туда поместили. Ребятки. Ну это что такое? Опять хлеб выкинули. Блин, люди окончательно заелись. Смотрите, какой мягкий. Обалдеть. Смотрите. Выложу вот здесь хотя бы. Вот так люди не могут сделать. Им проще прям в бак выкинуть. Как будто это отходы. Ебудь! Ебудь! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что? Голубь, что ли, жареный? Что за мясо такое? Не пойму. Оно вроде на вид свежее. Но что это такое? Вот это вот. Курица, что ли? Что она такая маленькая? Не-не, не хочу рисковать. Потому что можно педали откинуть. Но это неплохая еда от бомжам. И хлеб и мясо. Целый набор. Ой-ой-ой! Обалдеть! У меня тут россыпью. Походу топовые находки. Это коробка от часов. Ой-ой-ой! Там кольцо какое-то. Перстень. Ребят, нифига себе. Печатка. Это прям серебряная с пробами. Вот здесь две пробы. Одна в виде бочки. И вторая квадратная. А ну-ка. О! А Макс тут наушники нашел. ЕКГ фирма. Но это шляпа. Их никто не купит. А вот это уже интересно. Чё? Нет, там что-то есть, ребят, в этой коробке. Ну тут есть вот сим-карта Билайн. Старая какая-то. Помойка обламывает. Но коробку возьму. Я их собираю. Потому что я их покупаю. Тут именно такие. От безрамочных айфонов. Обалдеть, ребят. Вот это печатка. Только она поцарапанная. Вот это плохо. Но она мне подходит. Она мне подходит. Вот я кольцо тоже с помойки, кстати. Обалдеть. Смотрится офигенно. Я теперь как, блин, байкер. Как будто обеспеченный человек. Так, что тут еще? Веревка какая-то. О, это же на руку. Вот это фенечка вроде называют. Вот сюда одевается. Обалдеть. Помойка какие приколюхи дает. Вот еще какой-то якорь. Интересно, серебряный нет? Нет, пробы нет. А это вот от часов, видимо, эти. Остатки ремешков. Тут, кстати, ребят, давайте вот посмотрим, за сколько эти часы покупали в этой коробке. Потому что тут остался чек. Документы. Вот в московском времени магазин там покупали. Часы дизель, кстати. Ебать. 19 220 рублей. Жесть. Я в шоке. Телефон нашел. На винде. На винде какой-то. О, это виндоус на люмии. И тут что-то с гнездом под зарядку. Раздроченное. Его не получится зарядить даже. Перепаивать гнездо надо. Экран треснутый. Ну, вообще, устаревший телефон. Может, купят на барахолке рублей за 150. Нифига. Что ты, как этот, знаешь, кто? Скрилекс. Вот. Он как скрилекс, ребят. Так, посмотрим, посмотрим. Что вот здесь еще? Тут чехлы. Вот реально, ребят, смотрю, тут куча всего. О, в этой помойке, вот, где я сейчас роюсь. Ой-ой-ой. Это стикеры. И на них написано мой. Что значит мой, ребят? Мой. Ну, я возьму эти стикеры. Будут мои теперь. Чехлы от айфона XS. Коля, у тебя айфон XS. Смотри. Это, ребят, под его телефон чехлы. Примеришься? Вроде подойдет, наверное. Что-то тут должно быть еще по-любому. Ой. Еще. Ух ты, Колян. Вот это топ. Коль. Вот это уже стиль. Ну, он кацанный чуть-чуть. Ну, блин. Со змеей чехол. Коробочка какая-то пустая. Это что такое? Что это, ребят? Лак. Shift. Тачу. Пенсил. И Volkswagen. Шкода. У этой марки автомобилей нарисованы. Это эти, затирка, наверное. А, металлическая щетка. Это эти, наверное, царапины зачищать, ребят. Скорее всего, да. Для белых машин. Там краска внутри. Типа удаление царапин. Обалдеть. Ребят, кто-то ручку Паркер покупал. Жесть. Она же дорогая. Так, а здесь? Блин, ничего нет. Ебать, тут мажоры, ребят, это выкинули. Эл, шатан, майот. Мечтал. Теперь майот. Эчтаппе. Эчтаппе. Вот, нашел, ребят, майот. Только его там нет, но все равно приблизился к богатой лакшери жизни. Коробка от майота. Обалдеть. Еще коробка от часов. Инвикто. Ба, это очень дорогой бренд, ребят. Вот это Инвикто. Тут остатки вот от ремешка. Это очень дорогой бренд. Очень. Обалдеть. Бля, короче, я полез туда. О, смотрите, что еще Макс нашел. Новые вот эти клеммники для проводов. В коробочке. Обалдеть. О, прикинь. Это серебряный кулон. Тут пробы. Ребят, вот Макс нашел. Серебряный кулон. Здесь, если что, вот какая-то вот как Иисус или что это. Ну, божественная штучка. Серебряная. На шею кто-то одевал. Ой-ой-ой. Вот еще Макс нашел. Нифига тебе везет. Сегодня роутер. Интерзет. Ну, обычный такой, бюджетный. Так, какая-то колонка разбитая. Ну, это фигня. А вот это уже не фигня. Обалдеть. Они как новые. Ребят, это оригинальные, да. Знаете, как оригинальные AirPods проверять? Ну, наушники от айфона. Вот на проводе Сантов 20 от конца имеется надпись Apple DC NB California и серийный номер. То есть, давайте прямо сейчас их проверим. Колян, давай проверим наушники. Если они рабочие, их можно на авито рублей за 800 продать. Вот такие с лайтнингом. Но состояние на вид отличное вообще. Короче, правый наушник, он тихий, а левый, он чуть более громкий. И чуть хрипит еще иногда. Ну, это фигня. Это все, потому что тут серо внутри. Это надо очистить все. Ребят, я их почищу и положу, скорее всего, в сюрприз бокс. Продавать не буду. Новые такие наушники стоят 2000 рублей. О! Вот это вот, ребят, просто лежало вот здесь. Я не заметил сразу. Вот это вот надо. Вот это в гараж лампа, офигеть, с проводом. Я залазю в этот бак. Там куча ништяков. Там куча стикеров разбросано. О, Кельвин Кляйн коробка. Вот мажоры какие-то, блин, выкинули. А это что за коробка? Ебать, ребят, Гуччи. Коробка от Гуччи. Представляете, там... Ебать! Это чехольчик Гуччи, ребята. Оригинальный, походу. Ммм, вот это я заберу. Буду туда складывать что-нибудь. А это что такое? Тряпка какая-то. Ребят, я вот прикасаюсь сейчас к лакшери жизни. Помойка дарит возможность прикоснуться вот к богатой жизни. Ну вот, видите, мажоры. Духи сия вот такие покупают. Джорджи Армени. Мне так не жить, конечно. О, еще куча этих стикеров. Обалдеть! Все мой, мой, везде мой. Че мыть, я не понимаю. Обалдеть! Смотрите, какой байк. Деревянный был. Только он поломанный. Светильник. О, работает. Вот эти штучки ночью будут светиться. Ну вот, уже светятся. Я это так тут и оставлю. Не успел одеть перчатки, ребятки. Смотрите, тут какая-то обувь лежит. Так. Какие-то ботинки. Ну и в жопу ушатанные в хлам. Кушать хотят уже. Опа! Это какие-то конверсы. Слушайте, похоже на оригинал. Возможно, Ариг реально. 38 размер. Ух ты! А кеды-то целые. Неплохо. Хотя я ни разу не видел вот такие вот конверсы, где сбоку надпись. Ребят, может вы разбираетесь, оригинал это или нет. Но вроде бы, вроде бы качество хорошее. Возможно, Ариг. Короче, эти кеды купят, я возьму их. Так, здесь еще какие-то кроссы. О, это Adidas. Ну, мне такая модель не нравится. Ну, на халяву понравится. Так, 41-й. Ну, не нафиг, не ходовой. Хотя, стоп. Где мой Колянчик? Коля! 41-й размер. Может, померишь? Нет. Нет? Вот они ужасные. Ужасные? Ну ладно. Это суперстар Adidas какой-то. Суперстар. Не знаю. Моделька эта популярная, понял? Да я знаю, я понял. Ну ладно. Отказался, ребят. Видите, заелся. Опа! Сразу мультиварочка. Не успел подойти. Вот это интересно. Дексп. Блин, уже неинтересно. Фирма дешевая. И этой чаши нет. Ну, мультиварки это как чайники. Их никто не хочет даже за 50 рублей на рынке покупать. Поэтому чисто вот провод на медяшку заберу. А это вот так оставлю для бомжей. Так, что тут еще есть? Короче, офигеть. Помойка сочная. Я полез. О! А это же светильник потолочный. Офигеть. Даже эти штуки целые. Блин. Ну, была бы машина. Взял бы. На барахолке купили бы. А так ложить даже его некуда. Нафиг брать не буду. Но можно было бы продать рублей за 200 его вот на рынке. Хм. О! Шляпные наушники. Не, фигня. Дешевка. О, вынос с кухни. Обалдеть. Вот это жесть. Это, ребят, для самообороны обувь. Для женщин. Опа. Опа. Что-то есть, ребят. Вынос с хаты. Обалдеть. Забираю пакет. Опа. Мыльнорыльная. О, лифчик порванный. Это вот обрезали его, поломали специально, чтобы я не носил. Вот это меня пакет заинтересовало. Так, давайте смотреть. Так, пустая коробка от Озона. А нет, не пустая. Обалдеть. Это новые какие-то бантики в коробке белого цвета. Kids Collection. Видимо, для детей. Ну, возьму на барахолку. Это что такое? Ух ты. Мои планы на месяц. Магнитная эта штука. Это на холодильник цеплять. Уход для волос. Ногти кто-то делает. Вот у девушек планы на месяц. Сделать ногти. Все. Забираю. О, одежда. Ой-ой-ой. Офигеть, ребята. Вот это толстовочка, водолазка. Медуза, исчезни. Что это значит? Блин. Это, наверное, вот Made in Russia, Санкт-Петербург. Сделано в Питере. Вот это я беру. Офигеть, какой черепок. Смотрите. Вот это топовая такая-то. Только она вот тут в хлорке. Ну, похер. Буду носить все равно. О, блин. Думал айфон. Вот это деду надо. Это для писюна смазочки чуть-чуть. Обалдеть. Обалдеть. Нормально. Есть там металлолом? Блин, я бы это колесо забрал, сдал бы на металл. Но грузить мне его некуда. У меня велосипед рухнет под этим весом. Ну вот смазочка для песена, вот это деду надо, вот это забираю. Опа, помойка опять обувает. Опа, там игрушка детская, капец она криповая, я их боюсь. Вот если ночью вот такая вот ребятки фигня вылезет из-под кровати, я просто обосрусь, ну и это наверное инфаркт миокарда у меня хватится. Посмотрите, что она в говне в каком-то, жесть. О, 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 фу, что тут столько мух? Ребят, тут очень много мух, как будто тут труп на дне лежит. Вэнсы, оригинальные вроде бы как, но ушатанные в хлам, брать не буду. Буду этими вэнсами мух пиздить. Это моя помойка, блядь, сука. Вообще мухи обнаглели, мне конкуренцию составляет. Опа. Нифига тут помойка интересная, на дне где-то все. Вот они все. Вот они где. Обалдеть. Ребят, смотрите. Жесть, вон они все ползают. В этом пакете, наверное, дохлятина лежит. Даже не буду открывать. Ого. Блин, я, ребят, подумал, что вот это клавиатура. Просто коробка рядом была. Я думал, это клавиши от клавиатуры. Обалдеть, сколько тут этих теней. Вот эти синие пакеты интересные. Зеркало какое-то битое. О, всем привет. Ой-ой-ой-ой. Чувствую, тут что-то будет. Ух ты. Да ладно. Вот вы слышали, ребят? Вначале я сказал, что чувствую, что-то будет. И вот целый штатив для телефона. Очень прикольная штучка, удобная. Телефон можно ставить и видосики смотреть на ютубе. Типа вот так. Даже и на помоечке это сделать можно. Ништяк забираю. О, чайнички как об... Ребята, ребята. Вот это топ находка. По-любому смартфон нормальный. Обалдеть. Я такой же находил. Это Google Nexus вроде бы. Nexus? Да. Nexus. Второй. Не работает. Сейчас попробую включить. Ребят, если работает, я ближе к концу видео уже там покажу вам, что работает. Вот если будут топовые находки, я вам покажу, рабочие они или нет. Нет, он не включается. Но, насколько я знаю, если у этого телефона битый экран, то сенсор будет все равно работать. Неплохо. Обалдеть. Да, Макс? Шикарно. Вообще топ. Обалдеть. Просто пошел к помойке и сверху прям лежал телефон. Даже рыться не пришлось. Ух ты, какая акулка. Из Икеи, блин, неплохая такая. Прикольненькая. Но я не фанат мягких игрушек, поэтому оставлю ее конкурентом. Ну или может кто-то найдет, себя заберет, отстирает, порадуется. А тут что лежит? Картина что ли? Вау, что это такое? Ребят, что это? А, это маркерная маленькая доска для рисования. Неплохо, прикольно. Но я брать ее не буду, она мне не нужна. Но вообще классная штучка. Оставлю здесь, пусть кому надо заберут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут клубнички. Землянички. Обалдеть, как пахнет. Обалдеть. Это же клубнички-землянички, только они в кашаше-шести подгнившие. Можно было повыбирать, похавать, но у меня на это времени нет. Я же занятой, ребят, ну видите, работаю сейчас на помоечке. Кстати, многие пишут там комментарии, иди работай, иди работай. Ребят, осознаете вы уже наконец, что вот это вот и есть моя работа. Ой-ой-ой. Это что, собака? Это хаски с щенком. Но это была копилка. О, очередной Wi-Fi роутер. Постоянно их нахожу. Вот это классика, ребят, на помойках. Особенно вот такие-то пылинки. Часто выкидывают. Ну, заберу. От Wi-Fi роутера я не откажусь. Скорость до 300 мегабит на секунду. Нормально неплохой роутер. Ай, тут молочка. Творог мягкий запечатанный. О-о-о-о. Ес. Помойка обувает, одевает опять. О, это что такое? Ребят, это что такое? Это что такое, ребята? Это на сисечнике. Ребят, капелька секса. Вот это деду надо. Я, знаете, я понял, что я смогу сделать с этого. Это вот, смотрите, вот так оно силиконовое, мягенькое. Это вот так вот сложить вот так вместе. Скотчем примотать. И смазочка мне уже пригодится. Ну, вы поняли, пацаны. Что можно делать? Вот. Вот здесь тупо одежда, рюкзак какой-то туристический. Ребята, туристический рюкзак. Залезу, чтобы не мусорить в помойку. Там все разорву. Так, ну что ж, осмотрим. Это что такое? Нифига, он прикольный. Детский какой-то, походу. Обалдеть, но он классный, ребят. Вот тут вот можно его на пузе пристегнуть. Вот тут защита спины идет. Ну, это детский, походу, тюристический рюкзак. Вот тут такой поместительный. Блин, да я сам с ним буду ходить. Он мне нравится. Хотя футбол не люблю, но все равно прикольно. Забираю, помойка радует. О, женские шортики. Ну, это тоже мне не надо. Хотя, стоп. Где Колян? Коля, ты ж хотел себе шорты? Вот эти веревки выдернешь, и они как мужские будут. Где женские? Нет, мужские. Ну, а это кто увидит, что внутри розовые? Да забирай, помойка пока одевает, бери. О, мужские шорты. Вот как раз Коля. Коля, не буду тебя подкалывать. Вот уже мужские шорты, реально. Вот это уже можешь спокойно одевать, не переживать. Чего, не боишь? А, ему тебе больше нравится, короче. Ой, пирожки какие-то засохшие. Опа. А вот это уже источник меди. Ребятки, ты знаете, что? Друид, стыд, телевизор. Друид, стыд, телевизор. Друид, стыд, куча фиксиков внутри. О, сразу наушнички какие-то лежат, шляпные. Ой-ой-ой. Ребята. Это вот это для бокса штука. Прикольно. Только там внутри мячик, там просто накачать и все. Забираю. О, это форма вот эта солдатская. О, тоже источник меди. Вот сюда наобить. Да, блин. Он сильнее, чем моя нога. Блин, не буду, ребят, короче, его разбивать, потому что сил не хватает. Так. Какая-то детская коляска валяется без колес. Кто-то колеса уже себе забрал. Так. Ой-ой-ой. Вот это топовая находка для наркомана. Вот это мне не надо. Ого, сколько стекловатый. Стекловатый, целый рулон. Ее, кстати, вместо одеяла можно использовать. Ее укутывать в пододеяльник и спать. Вообще кайф. Да ладно. Ребята, это... Это игровые наушники. Но они почему-то кривые. А их кто-то пытался разбить. Вот видите, разбили их. Но я все равно заберу. Выровняю эти дужки металлические. Это Блади. Ее избишные наушники. Игровые Блади. С микрофоном даже. Ну, можно взять. Офигеть. Тут даже вот медные провода. Просто лежат, меня ждут толстые. Обалдеть. Вот эта помоечка радует. Помоечка снова мне дарит гейминг. О. Обалдеть. Ой-ой-ой, ребята. Дюрик сплей массажа 2 плюс 2 в 1. Интимная смазка и гель для массажа с успокаивающей алоэ верой. Обалдеть. Тут полбутылки. Ребят, вот это деду надо обалдеть. Ребят, я в шоке, ребят. Реально помойка дарит секс. Зацени. Ребят, смазочка теперь у тебя миллилитров. Уже много очень. Мне на всю жизнь хватит. Так, что тут у нас? Чем помойка богата? Синтезиатор. Ух ты. Помойка дарит музыкальный вкус. Настя! О, и тут помойка одевает. Ой, как одевает. Что это? Штаны какие-то женские, блин. Вентилятор? Обалдеть. Это как раз надо очень мне домой. Где, где, где? Ой, ой, ой. Вроде бы целенький. Ребята. А где подставка? Блин, лопасть. Лопасть поломана. Это уже все. Он работать не будет. Провод вырву на мете, а это выкину. Бутылка с Кока-Колой, ребят. Офигеть. Будешь Кока-Колу? Не. Не хочешь? Не. Там же осадок. А, она же с осадком Кока-Колу. Ну тогда не будем пить. Оставим конкурентам. Опа, нифига себе. Ебать, ребята. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребят, вот эта сумка очень тяжелая. Ну это старый какой-то музыкальный центр Samsung. Здесь он на кассетах. Еще даже кассета есть, смотрите. Ну, наверное, звучит нормально. Такому вроде бы AUX можно подключить. Капец, он здоровый. Смотрите, какие колонки огромные. Наверное, с сабвуфером. Вот сабвуферы там есть внутри. Вот это я забираю. Так, что здесь? Фу! Ребята, ноутбук. Так, это охлаждение. Титан. Ноутбук. Acer. Acer Aspir 5920G. О, 5920 Series. Модель номер ZD1. HDMI тут. Что-то еще. А? Чего? Оставить здесь. Кого здесь? Оставить здесь. Какие штуки? Это мое. В смысле? А? Кто оставил? Кто дворник? Это выкинули, я нашел. В прямом. И их поставили, сейчас забирали. Кто забирал, это выкинули люди, а я просто нашел. Какая разница? В прямом я в помойках роюсь. Вот в баках вот так вот роюсь. Ищу находки. Все. Все. Нет. Это я нашел, это выкинули. И в помойках вот все у меня с помойки вещи. А? Ну. Вот этот заставить маком. Да. А что такое? Кто подойдет? Сейчас подойдет. Ну пусть подходит. Это вы выдумываете что-то. Я нашел, честно. Что тут такого-то? Жалко, что ли? Не жалко. Ну так а что? Помойки это же, они общие. Я нашел, но мне повезло. Ничего тут такого нет. Что тебе повезло? Ты говорю, они их поставили и сейчас заберут. Никто тут ничего не поставили. Это не... Кто? Дворники поставили? Нет. Тут кнопки нет. Старый, блин, капец, ноутбук. Мужик, я блогер, я сейчас снимаю. То есть не надо ничего. Проблемы вам не нужны, поверь. Нет, нет. Ну так вот. Ну вот телефон, смотрите, ребята. Ну старый, это коллекционный. Его еще продать даже можно. Рублей за 500, наверное. В принципе, норма. Ну даже чехольчик есть тут. О! Среди этих дисков модем есть. Мегафон Е173. Ну это 3G модем. Его купят рублей за 300 на Авито. Ну я что, я ждать никого не буду. Я забираю это мое и поехал. А? Оставай. Ну как я это забираю, я это оставлю. Так ты так бы и сказал. Мне ж не жалко вам. Подари. Че ты так вот? Если тебе надо тебе домой, я тебе отдам. Мне не жалко. Надо? Надо. Как тебя зовут? Надо Алексей. Меня Влад. Просто я убью тебя. Ты друг дворника? Да. Без проблем. Мне не жалко. Забирай. Будешь музыку слушать. Ну как вы думаете насчет этой ситуации, ребят? Ну пишите в чат ваше мнение о этой ситуации, что сейчас произошло. То есть он по сути у меня просто сейчас отжал музыкальный центр. Типа выдумал, типа это его. Просто если бы он говорит, как он, это его друга дворника, то сейчас бы он бы вышел, начались тут разборки бы. Ну какого друга? Ну че за бред? Если стоит возле помойки, это люди выкинули. Ребята, просто, ну, обманщик, ну, наглец. Не надо было вообще ему отдавать, но видите, я, ребят, какой я не лох. Я просто, ну, хочу, чтобы люди менялись и становились лучше. Вот таким человеком быть, ну, это пипец, ребят, реально. Ой, чемоданчик, смотрите. Вдруг там что-то есть. Я, короче, полезу его забирать. Опа, паркур, паркур. Ой, он тяжелый. Ребята, в нем что-то есть. Скорее всего вещи. Или бытовые отходы. Ну, я же сказал вещи какие-то. Надеюсь, мужские. Не фартанулась женская, все такое заношенное. Ух ты, что тут у нас? Ух ты, ребят, смотрите. Ой, это же фитнес-бутылочка. Я вот это лично себе заберу и буду пользоваться. Офигенная тема, реально удобная. Типа велобутылочка или там в спортзал ходить. Но я не хожу, мой спортзал это вот помоечки. Ух ты. Ребята, это же, это кронштейны вроде от телевизора, да? Напишите. Вроде бы похоже вот на кронштейны для телека. Да, да, да. Слушайте, мне вот это надо. Вот это я забираю. Кронштейны для телевизора. Это от этих кронштейнов. Наверное, крышечки что ли. Какие-то тоже возьму. Так, хочу найти айфон. Хотел найти айфон, но нашел пиццу. Ой, надеюсь, меня сейчас помойка накормит. О, рюкзачок. Вот это деду надо. Опа, что тут у нас? Какая-то спортивная сумка. Внутри остатки мыльно-рыльного. Какие-то зажигалки. Вот, допустим. О, рабочая. Но я не курю, мне не нужна. Вот тут зубные щетки. О, вот это мне надо домой. Сплат. Чуть-чуть зубной пасты. Помойка дарит чистые зубы. Так, что тут у нас? Помоечка порадует меня или нет? Ой, битушечки. Как вы думаете? О, что это за корж? Это Макс Корж, ребят. Нашел Макса Коржа в помойке. Обалдеть. Оставлю бомжам. Обалдеть, сколько там булок. Ой, чуть пупок не надорвал, чтобы их достать. Бублички, ребят, украинские. Слегка мягенькие. Возьмусь я же, чтобы потом легкий перекус устроить. Неплохо. А там, видимо, еще есть. Еще бублички. Обалдеть. Там бубликов. Опа. Это сливки для кофе. Порционные. Обалдеть. Сколько хлеба выкидывают. Посмотрите. Это с магазина выкинули по-любому. Где-то люди голодают, а тут вот такой мягчайший хлеб просто выкидывают. Меня это уже не удивляет. Вот Тема с дурдома. Смотрите, биолакт. Вот это я возьму. О, до 9 июля 2021 года. Офигенно. Вот это я попью сейчас, да. О, сливки, домик в деревне. Что их выкинули? Ребят, ну, до 7 июня. Про срок. Нет, можно просраться. А Темик мне сейчас залетит со свистом. О, и тут как раз, вот видите, булочку вот эту нашел. Вот мне помойка дала легкий перекус. Сейчас с Темиком и с булочкой по-украинской. Я поем вот на помоечке вот где-нибудь вот тут присяду. Ай, как это романтично. Можно сидеть возле помойки и устраивать привал. Ну, буду дегустировать. Главное не просраться, педали не откинуть. Тут трубочка треснула. Блин, оно кислое. Оно кислое. Просрусь по-любому. Не буду, Темика, вот этого. Опа. Так, что тут у нас? О, живица. Я очень хочу полакомиться. Давай попозже. Давай это в гараже съедим. Хорошо? Ух ты. Вынос хаты, ребята. Да кто-то вот генеральную уборку делал и выкинул. Вот такие пакеты я люблю. О, матрас надувной. Ой-ой-ой, братва. Так это... Я его на озеро буду брать. Я на нем плавать буду. Можно на нем не только спать, но и плавать. Обалдеть. Я реально счастлив, ребят. Это вот то, что мне надо было. Это повод поехать на озеро. И покупаться, и кайфануть. А, вот крышечка же от него потерял. Калькулятор. Кстати, ребят, вот я сейчас только заметил, что конфеты-то двухэтажные. Обалдеть. Вот такого я не видел. Двухъярусные кровати. Обалдеть. Они еще оказываются с ромом. Самаретто, white win. То есть белое вино. Эксклюзив с помоечки. Я, может, пока их есть, буду даже чуть-чуть прибухнуть. Так. Работаем быстро. О, пошла жара. Сезон арбузов, ребят. Начинают выкидывать шкурки. И никакие новости не нужны. По помоечке можно определять, что в мире происходит. Если я начал находить шкурки от арбуза, значился начался сезон арбузов. Да. Так. Сыненькая помоечка. Давай посмотрим, что тут. Так-так-так-так-так. О, мыльные пузырики. Вот это я люблю. Вот, ребят, смотрите, как круто. О, помойка что, опять одевает. Да ну, задолбало уже. О, а нет. Вот это я одобряю. Это уже мужские подгоны, мини-штанишки. Неплохие, кстати. Что за бренд? Вообще непонятно. Ноунейм. Так, что тут еще? О, нет. Вот, спортивки мне надо. Да что такое они широкие? Фэшн написано. Во, во. Вот это уже деду надо. Вот это вот они подзауженные. Вот это вот. Меня помойка одевает. Ништяк. Вот это я беру. Опа. Помоечка. И вот такие вот беленькие дубленки одевает. Что в карманах? Где кэшбэк? Ничего нет. Ну, а так, смотрите, она реально смотрится неплохо. Вот люди заелись, а. Кстати, это вот Настя у меня подобную покупала. Может, Насте забрать? Реально заберу. Так, что тут у нас сегодня? О, рассыпанный шашлычок. Тут даже голодных собак не вижу. Блин, такое мясо лежит. Офигеть. Так, посмотрим, что в моей любимой помоечке. Опа. Ну, я полез. Офигеть, что это такое? Морс, походу. Или выпивка такого красного цвета. Водка написана. Мне вот это мне не надо. О, какой-то кошелек. Нифига себе, состояние вообще отличное. Я его заберу, продам на барахолке рублей за 50. А в этом пакете вынос из хаты. Уборку делали. Что вот это? Вот я не знаю. Это что, детская игрушка? Ребят, что это за шарики? Там коробочка какая-то внутри. Что-то шерудит там, ребеточки. Напишите в комментариях, ребеточки, что это может быть вообще. А я пока это возьму, по-моему, комментарии почитаю и узнаю, что это такое. О, еще одна. Называется Крип Протект. О, это же спиннер. Ну, помойка дарит антистресс и ностальгию. Это что-то, какой-то особенный цветок. Такой первый раз вижу. Интересно, он настоящий. Огалдель. О, да ладно? Помойка опять обувает. Блин, подорванные слегка. О, мой размер 44,5. Блин, да может взять для помоечки. Пофиг, что слегка вот здесь надорванные найки. Но видно, что орик, ребят, по-любому орик. Наверное, очень удобные. Но вот подорванные немножко. Но для помоечек подойдут. Поэтому забираю. Тут еще какие-то палочки. Неоновые палочки 10 штук. А, они вроде должны сейчас светиться. Вот я их поломал и они светиться должны. Не знаю, светятся нет. Ну, нафиг мне эти палочки. Ух ты. Что это такое? Я вообще не понимаю. Какая-то гарнитура для телефона. А это аккумулятор к ней припаяли. Блин, я понял. Это вот микрофон. Знаете, что это? Это, наверное, спецслужбы выкинули. Это какая-то прослушка. Такая беспалевная. Ребят, это по-любому кто-то самодельную делал. Ну, это что такое? Я нигде такого не видел. Одевается на шею вот так вот, беспалево. А микрофон выводится куда-то в потайной карманчик. И тут кнопочка еще есть. Обалдеть. Ой-ой-ой. Да что такое? Почему столько обуви выкидывают? Обалдеть. Нифига не топовые, ребят. На липучке. Вау, состояние офигенное. Найки. А ну какой размер? Ебать. Ребята, я в шоке. Блин. Помойка удивляет. Вообще. Вот не зря она моя любимая. Вот именно вот этот бак. Две пары обуви. Причем в разных пакетах. Посмотрите на вот эти Найки. NR Max какой-то. Это Орик, ребят. Видно качество топ. Вот смотрите. Эксперты, может, там поправите меня. Ну тут стелечка, видите, такая из топового поролона какого-то сделана. Мягкая, удобная. Размер 44,5. Сделана во Вьетнаме. Второй тоже целый. Обалдеть. Мне кроссовки не придется покупать. Помойка экономит мои бабки. А такие кроссы, не знаю даже сколько стоят, но новые. Они в состоянии отлично. Новые бы стоили, наверное, тысяча шесть, пять. Вот так. Там же нашел, вот смотрите. Фуражка военная. Кто-то в армии служил. Заберу на барахолке, купят. Кстати, смотрите. В ней, оказывается, потайной карманчик есть. Я вообще об этом не знал. Вот эти Найки в эту коробочку уберу по красоте. Ой, сытные помоечки, ребятки. Что это такое? Это же от машины зеркало. Ну такое брать не буду. Хотя стоп. Неплохо смотрится, ну. Как вы думаете? Или это жесткий колхоз? Напишите в комментариях. О, яблочки тоже подгнившие. Что-то тут на этой помойке все подгнившее. А вот это что такое? Чурчхела с грецким орешком. Смотрите, ребятки. Вот это вот для писюна очень полезно, поэтому заберу. О, самокатики. Блин, только они без ручек, смотрите. Ручек-то нет. Не, брать не буду, оставлю. Что-то тут интересное. О, смотрите. Это мне как раз сейчас на помойке пригодится. Нейтрализировать запахи. Фу, ребят, тут человечьими говнами воняет. Кто-то насрал. Все, я вовремя, да? Давай посмотрим вместе, что тут такое. О, компьютерная мышка. О, походу поломанная. Ребят, что с ней? Смотрите, игровая компьютерная мышка без колесика, но провод еще не вырван полностью. То есть, по идее, его можно вставить, но без колесика ей пользоваться. Каньон мышка. Слушайте, может, починю в гараже, оставлю, потому что у меня в гараже нормальной мышки нет. Перцы вообще заебумба. Продать можно будет на барахолке кожаные. Вот за рублей 500 улетят вообще со свистом. Может, даже дороже. Опа. Зарядка для аккума, для вейпа. Вот это надо мне. О, и избишка для андроидов. Не одна. Вот это от JBL колонки. Пригодится. Это что такое? Торт? Только не настоящий, ребят. Ух ты, какие очки. Только они для зрения, блин. Я думал, как у Кизара у меня очки появятся, ребятки. А тут что? Что это такое в чехле? Смотрите, палатка что ли? А, это этот надувной диван, походу. Да, это вот так раскрывается. Воздух набирается и закрывается, по-моему, такой надувной типа диван. Ну, прикольно, что можно взять. Ребят, смотрите, футбол. А, это трусы военнослужащего. Здесь куртка. Блин, почему столько сейчас военной формы выкидывают, не знаете? Есть из вас служивые, вот прям реально очень много выкидывают в комплекты. Но это я на барахолке продам. А кто из вас служил и знает, почему сейчас выкидывают это все, напишите в комментариях. Дембелятся, походу, все. Обалдеть, сколько... О, блин, я подумал, телефон. Это калькулятор? Да. Ух ты, крутой. О, даже работает. Забираю. Блок питания от Apple только, видите, крестик. Наверное, не рабочий. Брать не буду. А вот этот, походу, уже рабочий. На нем нет крестика. И, кстати, это оригинальные блоки питания. Они дорогие. Но этот, скорее всего, рабочий. Ого-го. Барьер. Фильтр, что ли? Ну, да, так и знал. Фильтр для воды. Кстати, видите, я уже роюсь тут после конкурента. Он вот приезжал, сейчас уехал дворник. Аэрподсы от айфона только замотанные. Но их никто не купит. Несмотря на конкурента, я свое урвал. Блин, помойку вывезли. Вот это жесть. Вот это плохо. Опа. О, коробка от клавиатуры. Значит, может быть, компьютерное железо в польес. О, помойка одевает, смотрю. Как обычно. Штанишки. Вот это вроде мужское. Слушайте, думаю, надо брать. Зачем их вывернули-то за ужин? Ништяк. О, цепи какие-то. Мне конкурент рассказывал, что нашел золото на 80 с чем-то тысяч в помойке. Представляете, ребят? Я вот золото вообще один раз в жизни находил, уже не помню когда, но чаще всего нахожу серебро. Золото вообще, блин, большая редкость. Если найти мне золота бы много. Вот если бы эта цепочка была бы золотая, вот этот кулончик прикольный он, кстати. То я бы, блин, он так озолотился бы сильно. О, дезик. И тут чуть-чуть есть. И тут чуть-чуть. Обалдеть. Везде по чуть-чуть. А мне это чуть-чуть тоже пригодится. Заберу. О, что-то тут есть. Что это? Духи? Нет, это какая-то сыворотка была. Я вот как-то раз крем для увеличения пениса находил, но так и не решился его использовать. Ну, потому что у меня гигантский размер у ребятушечки. Так, это... Чего? Ребята, тут проба. Ебать, ребят, это золото. Это золото. Вот здесь, короче, на застежке вам не видно по-любому, потому что, ну, фокус не будет работать. Ну, то это золото. Там две пробы. Правда, я их не могу разглядеть, но это факт, ребят. Тут пробы. Это золото. Вот это мне фартануло. Ну, если это золото, здесь, короче, тысяч, наверное, на 7 золота, если не больше. Обалдеть. Помойка озолотяет. Ну, такие-то печальные новости. Это золочение. По золоту? Это по золоту. А я там надпил дел и желтое внутри. Нет, она, как бы, как сказал спец, это что-то типа бронзы. Скорее всего, это бирилевая бронза позолоченная. Ну, то есть, это цыганское золото. Короче, я понял. Блин, облом. И продать хоть за сколько его можно? Ну, сейчас я у тебя спрошу у него сколько. Хорошо. В общем, 300 рублей предложили за эту цепочку. Да лучше я ее в сюрприз бокс положу, ребят. Ну, ничего, помоечка обломала немножко. Ну, ничего страшного. О, какая-то сумка женская валяется. Какие-то картины. Ой, а тут конфетка. Вот, смотрите, какая. Левушка. Дико вкусные написано. Конечно, вкусные. Они еще вкуснее уже с помоечки бесплатные. Ну, не, нафиг. Сумки я вообще не беру. Только если Луи Виттон, Бельчика Бомжана. Вот такой я беру. Ой, что это? Обалдеть. Это же автомобильное вот это кресло. Для ребенка, правильно? Или это от коляски? Бренд вот этой темы. На Вингтон. Но это, скорее всего, на коляску все-таки одевается. Это не в машину. Вот что-то тяжелое. Ебать. Она холодная. Ребетки. Колбаска. А что она? Ой, у нее вид неважный. Не, она вообще смертельно опасная, ребят. Ее только в задний проход вставлять. Брать не буду. Обалдеть. О, ребят, смотрите, что нашел среди этого всего. Ребят, это пакет стикеров. Да, они новые. Новые стикеры. Кто-то случайно выкинул. Обалдеть. Я как раз такие хотел. Сейчас скутер буду облепливать ими. Смотрите. Ну, правда, некоторые демонистические. Но ничего страшного. Ребятки. Это же халява топовая, ребят. Вот видите, что значит внимательность. Заметил же эти стикеры и забрал. Сейчас сюда наклею стикеров халявных. Прокачай свой мопед. Ну, вот, смотрите, что у меня вышло. Вот как-то так. Но никак иначе. Слезы на щеках. Ты че дура плачешь. Здесь же стикер бомбинг. Прямо из помойки. Это тебе не выкидывать помойки-плойки. Ой, сколько кормушечек сытненьких. Сейчас мы их все осмотрим, ребятки. По-любому что-то в этих кормушках, но я найду. Делайте на меня ставки. О, вынос с кухни. Пертеиновый коктейль. Обалдеть. Он еще и новый. Смотрите, запечатанный. Опа. До какого года срока годности он? До 28 мая 2021 года. Не, про срок не буду. Несквик. О, вот это я люблю. Вот это возьму. Даже на срок годности не буду смотреть. Что это такое? Это что? А, это шоколадные такие, типа орешки. Только они растаяли. Интересно, я подумаю. Кушать их или нет? Вот это кофе, ребят. Кофе молотый, степень обжарки. Средняя, походу. Молотый кофе. Но это в заварник надо засыпать. А у меня нет такого заварника. Тут еще шприцы. Ой, сухарики хрустим. Багет пикантный. Вот это надо, надо. Вот это вот. О, о, кузюм. Ребят, нашел кузюм. Я люблю кузюм. Вот это заберу. Вот это вот заберу. Это что? Унция. Горький шоколад. Обалдеть. Это шоколадка там внутри, ребят. Сколько тут ништячков. Вкусняшек. Счастливых дней новом году. Что это такое? Биологическая активная добавка. Понятно. О, а вот бебешкины семечки я люблю. Вот это возьму. Слушайте, ребят, как будто в магазин сходил. Помойка кормит меня всегда. Вот смотрите, удивляет. Любимому мужчине, походу. Или кому-то там, короче. Вот такой леденец на палочке. Вот это я заберу. Буду сосать за компьютером. Помоечка радует, блин. Кормит. Сумка вот какая-то. Во. Вот это деду надо. Вот это топовый насосик, походу. Для машины. Ребят, в целом набором. Так, компрессор автомобильный. Напряжение 12 вольт. Мощность 120 ватт. 10 атмосфер. 30 литров в минуту производительность. Неплохо. Правда, у меня машины нет, но в гараже буду использовать. О, пицца, походу. О, ну, что-то даже получше, чем пицца. О, колбаски. Интересно, Черкизова премиум. Ммм, ну что, по сроку? О, до 5 августа. Они даже не просрочены. Вот это я сейчас съем, и эту тоже. Пришел с помоечки в гараж. И, ребята, я, как вам и обещал, на 100 тысяч подписчиков разыграю топовые призы. А на канале уже 200 тысяч подписчиков, поэтому призы еще круче. Все призы уже пронумерованы. И давайте их осмотрим. На первое место разыграю вот этот неплохой игровой компьютер. На второе место еще один компьютер. Тоже довольно-таки неплохой, можно поиграть. Третье призовое место выглядит вот так. Бюджетный игровой комплект для нагиба. Четвертое место. Это неплохой мой личный проектор, которым я пользовался. IP-смарт-камера для видеонаблюдения. Сможете подглядывать там у сисечки где-нибудь там и высматривать. Шестое место. Это вот такой вот вейп. Ну и большой подарок для хейтера. Ну а для участия в розыгрыше нужно просто перейти по ссылке в описании, в закрепленном комментарии. И там будут все условия розыгрыша. С какой вы страны абсолютно не важно. Переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше. У вас наверное вопрос, блин, откуда ты эти компы взял? Может с помойки или нет? Нет, ребят, это не с помойки, компы абсолютно новые. Мне их прислал из Москвы спонсор. Его зовут Олег, он занимается сборками компьютеров. И он мне эти компы подарил, вообще говорит, да делай с ними что хочешь. И я говорю, нет Олег, делать что хочу я с ними не буду. Я их разыграю для своих любимых подписчичков. Розыгрыш будет, естественно, прозрачный. В прямом эфире все разыграю. Все условия будут по ссылке в описании. Олег занимается сборками компов по фану. И продает их на авито. Ребят, очень сильно советую его. Плюс, если напишите промокод штребух, получите 10% скидочку на сборку. Если не умеете собирать компы, и хотите себе собрать мощный компьютер, в зависимости от всего вашего бюджета, ребят, он вам соберет пушечку. Надежный человек, очень советую. Он вообще не просил делать ему рекламу, но вы, ребят, сами понимаете, надо поддержать человека. Все по ссылочке будет в описании. Категорически вам советую удачи и всего хорошего. Розыгрыш будет через месяц. У вас, скорее всего, возникнет вопрос, а какой компьютер ты оставишь себе в гараже? Оставлю я себе вот такой вот, с помоечки. Он, конечно, не такой крутой, как эти компуктеры, но, в принципе, для моих целей его будет хватать. Буду его использовать как тестовый стенд. Для вас, ребят, все самое лучшее. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Ведь никто не знает, кто победит. Тут чистый рандом. А вот это уже информация для тех, кто, мало ли, вдруг подумал, что это все обман, что я там призы не отправлю, еще что-то. Нет. Я вас уверяю, ребят, я не из тех, кто обманывает. Мне вообще не жалко. Я не жадный человек. Я вас люблю. И для вас, ребят, эти подарки все достанутся именно вам. Поэтому участвуйте в розыгрыше. Пожелаю вам удачи. И очень хочу, чтобы победил ни в коем случае не хейтер. Хуже, чтобы победил тот, кто именно реально без компа и нуждается. Вот. Всем привет. Меня зовут Олег. В общем, я занимаюсь компьютерами, сборкой, апгрейдом. Ну и могу поломать даже нечаянно. Да ладно, шучу, не ломаю. В общем, покажу вам свой гараж. Не знаю. Если вам понравится, буду снимать какие-то видео по сборкам, апгрейдам. Возможно, какие-то скандальные ситуации покажу там с клиентами. И таки бывают. Ребятки, если вам понравился контент, то обязательно ставьте лукасы. И поддержите меня, просто скачав эту игру, которую я прорекламировал в начале. Это мне здорово поможет в продвижении канала.